Уже опытный Олег Чен, серебряный призер чемпионатов мира, две серебряных медали в его активе, чемпион Европы, обладатель лучшего рывка, наверное, можно сказать, в мире, его показатели 160 килограммов и самый главный претендент на победу сегодня. Уже по начальным заявкам мы можем увидеть, что помешать Олегу Чену могут только его собственные нервы, потому что стартовая заявка в рывке Олега 150 килограммов, в толчке 175. У его ближайших преследователей, а их много, и среди них Феликс Халибеков, 135. Начальная заявочка в рывке. То есть, выполнив свою первую попытку, Олег Чен уже достаточно хорошо может оторваться. Ну что ж, соревнования стартовали. Диан Минчев из Болгарии. Три удачных подхода, 133 килограмма в итоге. Пока это лучший результат. Какие рекорды в этой весовой категории? Ну, они достаточно большие. Хотя, если смотреть на результат Олега Чена, видим мы, что он, наверное, единственный человек, кто может добраться сегодня к этим рекордам близко. Рекорд мира в рывке равен 165 килограммам, принадлежит Георгию Маркову из Болгарии. Был установлен давно, в 2000 году, на Олимпийских играх. Он же является и рекордом Европы. В толчке рекорд мира 198. Китаец Ляо Хэй совсем недавно на прошедшем чемпионате мира его установил. Сумма 358 также принадлежит китайцу. Спортсмен из Румынии, Флорина Безернарю, 20-летний. 135 килограммов зафиксировал. Ваник Аветисян, Армения. 27-летний атлет. Выступал на чемпионате мира в 2013 году. Занял 12 место. 137 килограммов в рывке. 170 в толчке. Сейчас он начинает 135. Ну, у армянской сборной уже есть бронзовая медаль. В первый день соревнований в легкой весовой категории. Так, достаточно неожиданно. Но армянский атлет, выполнив хорошо толчок, сумел подняться на пьедестал. Ну, Ваник Аветисян пока поддерживает этот ход армянской сборной. 135 берет. Для тех, кто следит за тяжелой атлетикой, скажу, что армянская команда так потихонечку начинает восстанавливаться после кризиса, возможно, связанного со сменой поколений. У армянской команды были и чемпионы мира, и на Европе они почти всегда попадали в призы. Олег Че на ваших экранах еще разминается. 100 килограммов на штанге. Он выходит самый последний. Казбек Залоев на ваших экранах помогает, выводит Олега. Ну, так вот, и армянская команда после кризиса потихонечку-потихонечку восстанавливается, появляются у них новые атлеты. Феликс Халибеков, российский спортсмен, 136 килограммов заявил. Первый выход Феликса Халибекова на взрослый помост, но сейчас европейский. В активе Феликса Халибекова есть победы на чемпионате Европы среди молодежи 2013 года. Феликса Халибекова. И держать. Молодец. Ну что ж. Обычно первая попытка всегда волнительна, особенно если ты выступаешь в первый раз. Но вот Феликс Халибеков справился. Начало положено. Феликс Халибеков имеет лучший результат в рывке, 145 килограммов. На последнем Кубке России, который проходил во Владимире в 2014 году, Феликс Халибеков выиграл 143 килограмма в рывке, 165 в толчке показал. Чечер Сергей Молдавия. Ну вот результаты Сергея Чечера достаточно высокие. 315 в сумме, 140 рывок, 175 в толчок. И его первый подход показывает, что амбиции у этого атлета самые-самые высокие. То есть будет он бороться, я думаю, ну не с Олегом Ченом, но по крайней мере, чтобы быть за ним, это точно. Хотя бывают иногда сенсации. Спортсмены подходят в суперформе. Видим мы итоговую таблицу. Это пока Сергей Чечер на первом месте, Феликс Халибеков второй, Ваня Коветтисян третий. Но еще много подходов. Спортсмен из Турции. Экрем Агиле. 26-летний. Не так много международных выступлений у этого спортсмена на чемпионате мира в 2013 году. Он был лишь 19-м. 133 килограмма рывок и 145 толчок. Очень-очень скромно. Два месяца назад выступал на чемпионате Турции. Весил при этом 74 килограмма. То есть в более тяжелой весовой категории. Поднял 138 в рывке и 165 в толчке. Ну что ж, посмотрим, как после сгонки 5 килограмм он будет выглядеть. Ну, не очень. Техническая ошибка помешала ему зафиксировать. Это его вторая попытка 130. Уже он зафиксировал. И теперь 137 мимо. Есть еще возможность исправиться. Да, очень-очень плотно идут спортсмены. Что в рывке, что в толчке нельзя кого-то выделить. Приблизительно равные заявки. Ну, вот я говорил, что Сергей Чечер потенциально имеет большую сумму среди этих атлетов. Ваня Каветтисяна 168 заявил в толчке. Приличный результат. Ну, посмотрим. Феликс Халибеков 160, хотя поднимал он и больше. Ну, здесь пока-пока идет борьба в рывке. В первом движении нужно максимально поднимать свое, чтобы потом было легче. У нас пауза. Скорее всего, будет вызван турецкий спортсмен. Две минуты нет. Видимо, перед... Нет, да. Подумал я, что будет выходить вот этот атлет на помосте. Олег Чечер. Но нет. Да, Экре Могиле после двухминутного отдыха снова, снова вынужден подходить к весу 137 килограммов. В случае успеха он выйдет на промежуточное первое место. Ваня Каветтисян заявил 140 для второго подхода. Феликс Халибеков 141. В этот раз ничего похожего у Экрема Агиле на рывок. В итоге 130 килограммов. Он заканчивает на восьмой строчке. Ну и есть еще атлеты, которые могут его подвинуть еще дальше. Румынский атлет Флорин Бажинарю. Это его второй подход, 139. В первом взял 135 килограммов. Ну что ж, тяжелое вставание, но технически все было сделано правильно и красиво. Есть 139 и опять-таки новый лидер в рывке Флорин Бажинарю. Таблица рывка на ваших экранах. Олег Чен еще не выходил. Ваня Каветтисян второй подход, 140 килограммов. Интересно складываются соревнования. Каждый подход выводит спортсмена на первую строчку. И любая ошибка, она может, скажем так, перечеркнуть все надежды. Ну вот Ваня Каветтисян справляется. И личный рекорд устанавливает для себя. А, нет, прошу прощения. В 2012 году в Анталии, покоряясь ему и 144 килограмма, в итоге он тогда занял четвертое место. Ну, не самый плохой результат в толчке, кстати, имеет 172 килограмма. Часто мы видим, когда атлеты хорошо выступают в рывке, в толчке имеют хуже значительно показатели. Но вот Ваня Каветтисян скорее такое исключение. Феликс Халибеков, второй подход. 24 года этому атлету. Ну что ж, очень важный подход для Феликса Халибекова. Держать, держать, держать. Молодец. Ух, справляется Феликс Халибеков во второй попытке. С весом 140 килограммов. Пока он на втором месте проигрывает Ванику Аветисяну лишь за счет того, что он чуть тяжелее его. Но еще по одной попытке остается правильное решение тренеров. Я думаю, нужно идти небольшими шагами, потому что борьба плотная. Каждый килограмм может отодвинуть далеко назад. Ну а так вес есть. И вес взят. И еще одна попытка остается. Сергей Чечер. Из Молдовы. 141 килограмм. В случае успеха выйдет на первое место. Первый подход очень-очень легко, мы помним, поднял Сергей Чечер. Да, и вторая попытка в таком же стиле легко берет 141. Отодвигает Ваника Аветисяна на вторую строчку. Феликса Халибекова на третью. Олег Чен. Пока заявка не меняется. 150 килограммов. Ну, спортсмены уже подали заявки для третьей попытки. И Олег Чен, скорее всего, выйдет уже, когда остальные участники закончат выступать. Флорин Беженарю из Румынии. 142 идет. Покорялся ему этот вес на чемпионате Европы среди юниоров в 2013 году. Правда, весил тогда Флорин Беженарю 77 килограммов. Иступал в более тяжелом весе. Ну и сейчас согнал. И, несмотря на сгонку, сумел зафиксировать этот вес. Ну что ж, выступает в более легкой весовой категории, а поднимает такие же веса. Ну, обычно сгонка, она сказывается на втором движении, на толчке. Видели мы, как в самой легкой весовой категории атлет как раз-таки перешел из более тяжелой. В рывке выступил отлично, а в толчке такое ощущение, что подменили человека. Конечно, сгонка, она все-таки силы отбирает. Ванника Витисян идет 142. Ну что ж, такое правильное решение. Именно этот вес выведет его на первую строчку в рывке. И не так много атлетов останется, которые смогут его подвинуть. Не получилось, не получилось. Показывает он атлетам, что плохо закручена штанга. Ну, сейчас мы увидим замедленный повтор. Мне кажется, что это скорее эмоции. Эмоции Ванька Витисяна. Ну, с этого ракурса нам не будет видно. Интересно было бы взглянуть на таблицу, чтобы понять расстановку сил. Феликса Халибекова нам показывают. Ну что ж, уже дебют Феликса Халибекова можно считать удачным. Две попытки он сделал. Если сделает три, будет просто, просто отлично. Ну, давай, Феликс, болеем за тебя. Победитель Кубка России 2014 года. Чемпион Европы среди молодежи. Выступает за спортивное общество «Юность Москвы». Такая у него интересная история. Но об этом чуть позже я расскажу. Пока поболеем за Феликса. И держать, держать, держать. Молодец. Есть, справился. Есть 143 килограмма. Ну что ж, повторяет он результат, показанный на Кубке России. Непростая история у этого атлета. Родом он из Дагестана. В 2008 году приехал в Москву поступать в училище Олимпийского резерва. Но уже был атлетом таким достаточно возрастным. И его туда не взяли. После этого год проработал на стройке. И попал к молодому тренеру Артуру Абдулмеджидову. Который до этого тренировал детей. Но вот как-то нашли они с Феликсом Халибековым общий язык. И рост, пошел рост у Феликса. Через год он уже попал в юнью-йоркскую сборную. Ну мы видим плодотворная работа. Результат 143 килограмма. Очень-очень неплохой, кстати говоря, результат. И виден запас. То есть нельзя сказать, что какой-то предельный вес для Феликса. Ух. Сергей Чечер. Те же, те же 143. Да, тоже, тоже легко справился с весом. Сергей Чечер легче, чем Феликс Халибеков. Поэтому он выходит на первую строчку. Феликс Халибеков на втором месте остается. Ну у Сергея Чечера запас побольше был. Я думаю, мог, конечно, он и поднять и под 145. Так, Олег Чен. Сколько на штанге? 150. Нет, 145. 145 килограммов заявили. Ну что ж, нельзя сказать, что перестраховались. Это правильное, правильное решение. Именно этот вес позволит Олегу сейчас выйти на первую строчку. Держать, держать, держать. Да, ну я думаю, вот эта такая тяжеловатая попытка была связана именно с тем, что поменяли план выступления. Конечно, настраивался он на 150, и бывает иногда, вроде, вес уменьшают атлету, а поднимать-то тяжелее. То есть, настраивался на 150. Ну, слава богу, все закончилось хорошо. Олег Чен, 145. Первая строчка в таблице, в рывке. Дождемся заявки Олега Чена для второго подхода. Остальные участники уже закончили свое выступление. То есть, больше ни у кого попыток не осталось. И мы можем уже поздравить Феликса Халибекова с бронзовой медалью чемпионата Европы в рывке. Для дебюта это очень-очень неплохо. И Олега Чена уже можем поздравить с золотой медалью в рывке. Главное не расслабляться. Я думаю, Олег Чен держит в памяти чемпионат Европы 2012 года, когда он, будучи явным фаворитом после рывка, получил досадную нулевую оценку в втором движении в толчке. Но там, конечно, все было связано с подготовкой к Олимпийским играм. Олег Чен шел на веса не для того, чтобы выиграть чемпионат Европы, а для того, чтобы показать хороший результат, отобраться на Олимпийские игры. К сожалению, не получилось. Ну что ж, этот сезон подготовка к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, я думаю, будет у Олега Чена намного удачнее. И таблица на ваших экранах. Олег Чен 145 килограммов, минус 2 ему уступает Сергей Чечер. И те же 2 килограмма Феликс Халибеков. На четвертом месте 142 килограмма, на пятом 140, на шестом 140. То есть суперплотная будет борьба у нас за медали в толчке. И в сумме 151 килограмм на штанге. Ну и значительно легче. Я думаю, именно так должна была выглядеть первая попытка Олега Чена. Да, ну что ж, есть 151, уже отрыв все больше и больше. Уже 8 килограммов от второго места. Лучший результат Олега Чена 160. Этот же результат является рекордом России в рывке. Он всего лишь на 5 килограммов меньше рекорда Европы, рекорда мира. Ну, сегодня до рекордов Европы и мира, я думаю, дело не дойдет. Но и не надо. Олег Чен приехал сюда в ранге фаворита. То есть, наверное, даже это немного не его уровень. Он готов бороться на чемпионатах мира за самые высокие места. Знаем мы, что в легких весах спортсмены из Азии в легких весовых категориях сдают тон. Но вот Олег Чен не теряется на айфоне. Так, сколько у нас заявка? 155 килограммов для третьей попытки, заявляет Александр Иванович Венков, главный тренер. Казбек Залоев помогает выводить Олега Чена. Ну, а тренером, который непосредственно контролирует подготовку Олега Чена, является Петр Курбаский. Олег Чен родился в Казахстане, затем переехал в Новосибирск, где и начал активно заниматься тяжелой атлетикой. В зал его привел брат. Результаты у Олега Чена, конечно, росли очень быстро. В 15 лет стал мастером спорта, в 17 мастером спорта международного класса. Сейчас ему 25 лет, заслуженный мастер спорта. Хорошая карьера, но, я думаю, мечтает он, конечно, о победах на мировых чемпионатах и, конечно же, олимпийские медали. Ну, тут самое главное дойти до Олимпиады, потому что уже результат хороший, его главное сохранить. Ну, и по возможности, конечно, набираться опыта, потихонечку улучшать. Олег Чен весит 69 килограммов. Прямо вот в самый притык этой весовой категории. Самый тяжелый, получается, из выступающих сегодня. Олег Чен весит 69 килограммов. Ах, не получилось. Ушла штанга за голову. Ну, ничего. Все равно отрыв достаточно велик. И здесь задача отдохнуть и в толчке спокойно отработать. Итоговая таблица. Поздравим Олега Чена золотой медалью. Феликс Халибеков. Бронза. Также наше поздравление. Сергей Чечер на втором месте. Ух, ну что ж, немного отдохнем и будем ждать.